всем привет друзья меня зовут вилли вы на канале мотохайкер как вы уже поняли из названия речь сегодня пойдет вот об этой системе приготовления еды это джет бойл zip это не рекламный ролик то есть я купил этот девайс за свои деньги сейчас расскажу немножко почему я его купил ну и потом приступим к раскоробкингу так скажем итак ребят я сначала заказал себе систему файмы файм apple x5 да вроде как она тоже хорошая посмотрел кучу обзоров на нее она мне понравилась но она как мне показалось немножко слишком большая для меня ибо в нее вмещается там что-то около полутора литров если так с горочкой заливать воды вот это всего на 500 миллилитров то есть как бы может быть 600 если полностью ну как заявлено 500 миллилитров я был сегодня в декатлоне и там он стоял как выставочный экземпляр я его взял в руки потрогал и он мне понравился я понял что мы созданы друг друг для друга ибо вот этот форм-фактор он для меня стал решающим поэтому от файм apple я отказался и решил себе взять вот этот так давайте посмотрим про характеристики какие тут написаны вместительность 500 миллилитров туда же вмещается 100 граммовый баллон с газом у меня как раз такие есть и одного баллона должно хватать на 60 минут это конечно все условные цифры соответственно ну посмотрим посмотрим дело в том что я сейчас через полтора месяца планирую опять ехать в отпуск то есть еду я в норвегию и в это в этой поездке я хочу создать себе максимально комфортные условия все-таки это уже ближе к осени норвегия страна холодная дождливая поэтому погода все равно внесет свои коррективы что касается комфорта а там где есть возможность его самому себе улучшить ну почему бы и нет опять же почему это скажите мало до 500 миллилитров мне кажется на одного человека именно для меня вот я просто задал себе честный вопрос вот зачем тебе летом или зачем тебе лета что ты будешь в нем готовить макароны варить рис гречку я отродясь этим не занимался максимум для чего я использую газовую горелку это вскипятить кипятка чтобы заварить бич пакет или того же кофе или чая все вот это основная еда в принципе ну овсянку еще можно дам поэтому пол литра мне выше крыши литр было бы конечно предпочтительно если бы я ехал с кем-то да там вдвоем если там с девушкой женщиной там или с кем-то еще тогда имеет смысл может взять побольше ну ладно давайте не будем болтать я сейчас все это распакую и покажу и так что мы имеем вот такую вот замечательную упаковку на которой написано джет бойл это не какая-то китайская подделка это оригинальный продукт и давайте его потихонечку сейчас распакуем ха-ха так первый раз распаковываю единственное что я как после покупки чек от него закинул сюда сверху чтобы не потерять так убираем все лишнее у запакован он я бы сказал ребята прям так на совесть как бы его так вскрыть чтобы как а вот то я думал блин коробку чтобы не порвать мало ли мало ли не по не зайдет так так что за хрень были а вон она что вот такие вот дела ладно это все нам не нужно поэтому это можем все так откинуть сторону вот вот ребята на ощупь обалденно ощущается прям вот у него неопреновая вот этот чехольчик вообще классная вещь мы сегодня тестов никаких призов производить не будем я вам просто его покажу вообще как он выглядит и что в нем внутри из чего он состоит тесты будем проводить может быть когда не в другой раз вот смотрите здесь в нем присутствует небольшая мисочка которая является как бы защитой вот этого днища принципе вот здесь можно также готовить какие-то может быть мюсли или там овсянку до использовать просто как кружку если все таки не один а с кем-то допустим можно сюда налить кому-то чайку и дать попить также здесь вот в этой крышке в этой крышке да есть отверстие и видите такой вот носик не знаю будет хорошо ли вам видно то есть чтобы можно было отсюда прям непосредственно пить давайте вот я вам сейчас покажу крышку видите вот века то есть пить как вот как вот вы покупаете кофе to go да здесь у вас неопреновая кружка грубо говоря с этой с этим носиком и отсюда пьем то есть в принципе придумано очень удобно также есть ребята видите здесь вот такой типа кармашка что ли сюда можно какую-то вилку допустим вилку ложку положить что очень тоже классно ну тут какие-то у нас всякие бумажечки которые мы читать естественно сейчас не будем убираем все лишнее и достаем непосредственно горелочку горелочка вот такая вот очень компактная очень небольшая мне 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 нравится то есть как она выглядит бумажки опять какие-то надо будет потом здесь чем-то отрезать ладно сейчас у меня под рукой к сожалению ножа нету чтобы не отломать тут не чуть-чуть рвать не будут ладно в общем такая горелочка далее внутри у нас тут есть видео наклеечка даже есть прикольно куда ее может наклеить не знаю и вот такая вот штука подставка для для баллона то есть как я уже говорил баллон это сюда 100 этот 100 граммовый хорошо встает и к судя по размерам этот большой высокий может встанет ну это игру это все мы будем делать потом принципе это кружка я бы сказал она такая легкоходная так давайте теперь одеваем сюда здесь в принципе даже нету пьезоподжига что конечно немножко удручает но в принципе не критично зато она очень компактная она реально очень компактная и удобная вот риска у нее скажем вот здесь метка да вот 500 миллилитров по факту сюда влезет ну может быть 600 миллилитров в принципе очень мало места занимает я читал что сюда также можно будет поместить 100 100 граммовый баллон то есть вообще полностью все упаковать вместе с баллоном место она практически не бы занимать не будет да что очень удобно и все единственный конечно минус вот подобная система это то что допустим нельзя и будет использовать щепочницей но щепочница это опять же про другое я хочу себе сейчас вот максимально комфортно так как еду на мотоцикле кстати можно вот такую кружку даже просто кинуть в багажник там мотоцикла или куда-нибудь рюкзак и просто всегда иметь при себе ибо весит она что-то там 340 грамм было на коробке написано по моему поэтому в любое время достал налил воды сделал себе чайку так что думаю в норвегии эта тема будет очень актуальна когда будет допустим прохладно холодно что касается цены ребята тут вот я вам сейчас покажу чек ценник видно наверно да вот он 99 99 конечно ценник конский конский да согласен но что теперь делать если очень сильно хочется значит надо ладно ребята все все остальное тесты потом мнение об этой горелке я естественно потом уже в процессе ее эксплуатации буду вам рассказывать ну а с вами был вели канал мотохайки ставим лайки подписываемся на канал все всем пока